Здравствуйте, друзья, с вами я, Сенечко Юрий. И сейчас мы с вами будем рисовать. Вы знаете, в этом видео, перед тем, как мы будем рисовать, хотел бы вас порадовать. Вы знаете, сегодня уже 1 сентября, и многие из нас, наверное, приуныли. Все-таки осень, потом зима, лето закончилось, летом так классно было, да, загорать, купаться, отдыхать, вот, и так далее. Что нас ждет дальше? Но вы знаете, нас ждет творческий период, или, может быть, для кого-то это период обучения. И вы знаете, многие пишут мне, что, ну, мол, видеокурсы ваши, Юрий, очень дорогие, хотелось бы приобрести, но нет возможности. Поэтому я хотел бы вас порадовать. Я даю вам очень классную скидку на все мои видеокурсы в цифровой версии. То есть, переходите по ссылке, заказывайте тот курс, который вам нравится, или несколько курсов. И я вам даю скидку 50%. Просто сам удивляюсь. Но это все делаю ради вас, чтобы вы учились рисовать и имели радость, невзирая на то, что сегодня, может быть, не та погода, может быть, осень, может быть, дождь, и уже мы не будем так отдыхать, как раньше. Но мы будем рисовать, а это тоже приносит радость, когда мы видим результаты своих усилий. Поэтому успехов вам! Хорошо, берите карандашики, ручки там, да, может быть, даже и шариковые, гелевые. Лучше карандашик возьмем и будем с вами рисовать, будем говорить о том, зачем рисовать эти все геометрические геометрические тела, кубики, шарики, цилиндрики и зачем это все нужно и как научиться вообще рисовать. Хорошо, давайте приступим к практике. Итак, приступим. Мы будем рисовать вот этим карандашом. Это цанговый карандаш, хотя он больше мне напоминает механический. Почему объясняю я сразу о карандаше? Потому что сразу будете спрашивать, что тут за карандаш, где я его взял. Я не помню, где я его взял. Вот так он. Ну, мне понравился. Где-то в интернете я купил. Вот, механически, да, нажимаю и вот стержень выходит. Потому что цанговый, это скорее всего, вот, тоже похож, тоже от Кохинора. Нажимаем и стержень, он вот свободно перемещается. Вот этот цанговый карандаш. 2 мм тоже, как и в обычном карандаше. Вот, поэтому вот такой карандаш будем пользоваться. Если хотите купить этот карандаш, то переходите по ссылке ниже, я там ссылку даю, где можно купить. На Алиэкспрессе довольно нормальная цена и можно классный. Ну, похожий на этот, да, карандаш. Похожий. Вот, и также ссылку на группу даю, там другие вы найдете нужные инструменты под этим видео. Хорошо. Давайте поговорим о том, почему нужно рисовать всякие, там, кубы, шары, цилиндры и так далее. Вот, почему в художественной школе, ну, я буду рисовать маленькие, да, в художественной школе рекомендуется большие, большие листы, там, вот. Рисуем мы там всякие кубы, ну, более ровно, да, нужно. Вот, цилиндрики там заставляют это все рисовать. Я тоже рекомендую вам рисовать это. Сейчас объясню, почему. И рисовать, рисовать вот так, как бы насквозь, не просто вы рисуете, хотя это тоже можно и так рисовать, да, вот куб, вот так, например, да. А хочу, чтобы вы рисовали его, как бы, видя насквозь, чтобы вы учились ощущать объем, объем тела, да, вот. Или там, например, да, цилиндр этот конус, да, или более сложные, тоже более сложные такие объекты, да. И все это мы рисуем, ну, немножко я ракурс плохо выбрал. Вот, чтобы это все мы, как бы, видели насквозь. Эту брань не видно. То есть разные вот такие, вот такие геометрические тела. Зачем это нужно, сейчас объясню. То есть в художественной школе также я призываю вас учиться мыслить в объеме. То есть когда мы рисуем, либо срисовываем, либо учимся рисовать с головы, как мы это называем. Особенно рисование с головы. Мы должны научиться вот понимать, что все объекты, которые мы рисуем, они все объемные. То есть зачем это нужно? Вот смотрите, например, рисуем мы этот же, там, кубик. Понятно, что это все нужно в перспективе учитывать, да, перспективу. То есть знаем, вот эти две линии идут в точку схода, и эти две линии в точку схода, и причем линия горизонта одна, да, понимаем это. Но я сейчас не буду это с линией горизонта там это все объяснять. Вот у нас кубик, да, зачем нам этот кубик? Затем, чтобы, чтобы потом мы могли, да, делать построение каких-то объектов. Понимаем, да, вот сейчас я продолжаю рисовать, да, и вы понимаете, что я рисую. А если там усложнить, ну не то, чтобы усложнить, ну, то есть, когда мы рисуем что-то более сложное, да, все равно мы хотим понимать, что это у нас все в объеме. Вот, когда мы создаем либо линейный рисунок, ну не знаю, вот так как-то импровизирую, то есть я не срисовываю, это я просто рисую, скажем, из головы. То есть мы рисуем, создаем уже рисунок, создаем что-то свое, не то чтобы мы срисовываем, но даже когда срисовываем, видите, я сразу несколько тем затрагиваю. Когда мы срисовываем, мы тоже должны видеть, видеть вот такие как бы геометрические тела в тех объектах, которые рисуем, или вот, например, там, скажем, конусы, да, усеченные конусы, вот мы так их рисуем, рисуем все это, стараемся насквозь, типа они похожи как бы из стекла, вот мы это все так рисуем, и это все в объеме у нас, да, должно быть, то есть мы представляем, что это не плоское какое-то изображение, а в объеме, вот, понимаем, да, вот скользим, скользим по объему, когда мы это научимся рисовать, то есть не то чтобы научимся рисовать, а скорее всего понимать, что мы рисуем в объеме, не знаю, что я нарисовал, ну, что-то я нарисовал, да, а если мы еще, еще научились передавать, вот, например, конус, да, если мы говорим о конусе, передаем свет и тень, вот свет отсюда идет, да, то есть мы этому тоже должны учиться, это очень важно. в художественной школе там заставляют большие, на больших форматах все это штриховать, там, целыми днями один объект штрихуем, но я не хочу, конечно, чтобы вы это делали, если хотите, делайте, то есть если мы еще и освоили вот светотень, рисуя вот такие объекты, да, то мы уже понимаем, как вот на каком-то более сложном, хотя это не сложный объект, мы уже понимаем, как там распределять свет и тень, я так в быстрой манере рисую, вот, чтобы вы поняли, для чего это все нужно, то есть сначала более такие простые объекты вы рисуете, более простые, более простые, тут камера не мешает, более простые объекты сначала рисуете, да, все это строится здесь в перспективе, вот, и вы учитесь мыслить объемно, то есть смотрите, сейчас я ничего не срисовываю, это я все из головы, то есть предметы, которые нас окружают, да, мы можем сами рисовать, причем с любого ракурса, то есть хотим так книгу нарисовали, хотим по-другому ее нарисовали, скажем, вот так, в эту сторону развернули ее, да, вот, в эту сторону она там смотрит, листочек там, один поднялся или два листочка поднялись, да, то есть если мы объемно мыслим с вами, то мыслим вот, вот этими предметами, то мы сможем рисовать, рисовать, ну что хотите, что хотите, например, ну что, например, нарисуем, вот рисуем сначала простое геометрическое тело рисуем, да, ничего сложного, ну пускай поставим сюда цилиндр сверху, сверху цилиндр, тут шар, ладно, шар пускай будет, шар, вот, теперь начинаем что-то с этим делать, ну может быть вот так добавим, да, или, ну вот так, может быть, добавим, вот так, да, сначала мы, ну нужно было, конечно, это все еще как прозрачное, да, чтобы было, вот, какой-то бутылочка, что ли, не знаю, может быть, это какой-то парфюм там, ну отсюда свет, например, вот, да, ну если это стекло, тут уже другая фактура должна, ну, то есть материал, и так далее, то есть, ну, пока что мы говорим об линейном рисунке, да, вот, или там даже если мы рисуем, рисуем что, ну, например, вот смотрите, 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 вот шар, да, потом врезали сюда, цилиндр, да, цилиндр, да, понимаем, что это шар, не просто круг, шар, сюда входит у нас что, цилиндр, так прилепили его, тут еще взяли и конусик, вот так конус, да, вот он конус, вот острие, что можем из этого получить, что мы можем из этого получить, ну, не знаю, возможно, можно получить, скажем, возможно, возможно, ну, давайте попробуем, не знаю, по памяти, как у меня получится, то есть какая-то там лампа, вот эта еще стеклянная часть сюда заходит, да, и вот оно, теперь в серединке там у нас идет такая вот штуковинка какая-то, потом эти вот спиралька, вот еще иллюзию, там, каких-то бликов, ну, то есть это на буструю руку, да, лампа, но мы начали рисовать с двух, с двух простых, простых тел, или вот, например, да, нарисовали так, что можем сделать, ну, может быть, там какая-то груша, почему-то коряво, потому что, ну, в действительности груша, ну, не идеально ровная, бывает идеально ровная, да, груша, бывает идеально ровная, но все же лучше, лучше, когда яблоко, там, ну, любой другой фрукт, он не идеально ровный, это я тоже с головы рисую, и вот, когда мы уже изучаем светотень, то мы уже понимаем, как свет и тень уже ложится, да, уже ложится на данном объекте, на данном, или предмете, да, вот свет отсюда идет, то есть, мы уже все это понимаем, и нам не нужно постоянно срисовывать, то есть, когда мы изучили, изучили, я не хочу сказать изучили, а просто мы учимся мыслить объемно, мыслить вот такими телами, да, то мы сможем рисовать с нашей головы, даже деревья, то смотрите, если есть по деревьям, то же, ну, нам не нужно постоянно срисовывать деревья, или запоминать комбинации, там, не знаю, веток, то есть, дерево, оно, ну, под цилиндр, да, цилиндр, ну, понятно, что цилиндр, ну, скажем, кривоватый, там, да, но мы понимаем, что это все круглое, вот, врезается тоже, еще один цилиндр, тоже кривоватый, вот, здесь опять врезается цилиндр, еще одна ветка, да, мы понимаем, вот, скажем, вот здесь врезали еще там, вот, и когда, например, мы уже понимаем, что рисовали обыкновенный цилиндр, светотень, как там, да, то свет, скажем, отсюда идет, то мы уже знаем, ну, вот этот переход от цвета тени у нас будет, что вот здесь у нас тень, и мы уже будем знать, как свет будет вести себя на этом дереве, вот, и тени пошли от веток, да, пошли, и здесь теперь, вот здесь, ну, тени, да, так, ну, здесь внизу уже тень, так, ну, я не буду вырисовывать так идеально, да, все, я лишь бы показать вам суть, чтобы тень сюда, и сюда, наверное, падает, и... то есть мы с вами понимаем, что... так, ну, и дерево, оно, не белое, да, должно быть... что если мы научимся видеть в объектах, в предметах простые геометрические тела, это, во-первых, нам поможет научиться делать построение линейное, да, а потом дальше, если мы знаем, как свет и тень, элементы светотени распределяются на обыкновенных, таких простых геометрических телах, то мы будем знать, как вот дерево нарисовать, ну, даже, вот, смотрите, даже, даже человека, да, вот, нарисуем простые такие вещи, да, вот, конус урезанный, да, то есть мы нарисуем еще один конус, дальше у нас пускай еще один конус, еще один конус, то есть тут цилиндрик, цилиндрик, еще один конус, да, то есть мы понимаем, что мы рисуем простые геометрические тела, потом мы уже, добавляя знание анатомии, мы уже вырисовываем человечка, да, мы понимаем, что рисуем человека, да, вот, и так далее, еще плюс добавляем знание светотени, как там свет и тень, вот, видите, вырисовывается уже у нас человечек, да, в данном случае, да, женское тело получается, вот, поэтому нужно, нужно с вами, вы, ну, я тоже, мне тоже нравится делать простые зарисовочки такие, вот, что-то придумывать даже, вот вы нарисовали цилиндр и что-то там можете, что-то можно, не знаю, что-то себе там думать, создавать, если вы там дизайнер по ручкам, или там дизайн по там, не знаю, чему, все начинается, да, с простого, с цилиндра какого-то и потом дальше, поехала, поехала, мы там продолжаем, да, дизайн надежды, дизайн мебели, и все мы стараемся делать от простого к сложному, да, от простого к сложному, да, от простого к сложному, поэтому рисуйте, рисуйте геометрические тела, сначала пусть линейные, такие, прозрачные, да, прозрачные, пускай будут, вот такие, да, параллелепипед нарисовали, и потом думаете, что с ним сделать, ну, потом проштрихуйте, сделайте светотень, вот, чтобы понимать, потом, потом, потом учитесь что-то создавать свое, вот, видите, я основу нарисовал, теперь я, как бы, по этой плоскости рисую, да, вот так пускай будет, не сюда, чуть ниже, вот так нарисовал, вот так, потом я это все заукругляю, вот так, да, потому что хочу, чтобы круглая была, вот, дизайн, знаю, компьютер на ней мышки, колесико, тень, здесь добавили, так, она выгибается, как-то сюда заворачивается, да, вот, и здесь вот так, вот так, вот здесь тоже тень, пускай вот так, как-то, то есть я сам еще не понимаю, что рисую, вот это падающая тень, пускай будет, но когда мы понимаем, что это все в объеме, да, в объеме, сначала простые, простые геометрические тела, мы видим в объектах, то мы даже сможем и что-то свое там нарисовать, какую-то мышку, да, компьютерную, или автомобиль, которого еще никто не придумал, мы придумали с вами, либо вещи, которые уже существуют, но мы их научимся понимать в объеме и будем рисовать уже из головы их, да, короче, какую-то мышку там рисовал, вот, что-то там рисовал, может быть здесь, вот так, да, но хочу, чтобы вы поняли суть, да, суть поняли, что нужно рисовать эти все кубики, квадратики, вот, чтобы понимать объем и чтобы мы могли нарисовать любую вещь, любую вещь, да, в объеме, даже когда мы с вами срисовываем, да, вот, например, так, возьмем, вот этот рисунок, недавно рисовал, вот, даже когда мы рисуем что-то такое, срисовываем, там, не делаем особо построение, мы тогда все равно понимаем, где тут свет и тень, да, вот здесь тень, например, здесь шея, она вот в объеме идет, значит, нужно это показать штрихами, а может быть сейчас что-то было такое откроем, чтобы можно было понять, о чем идет речь, да, вот тоже рисунок, да, видим, что вот здесь тень, падающая от головы, цилиндрический, цилиндрический, значит, вот этот кусок дерева, да, вот падающая тень, вот здесь тень немножко, да, или, ну, свет, в принципе, сверху так падает, вот, здесь тень, здесь в объеме, вот здесь немножко затенено, хотя рисунок шерсти, вот это, то есть нужно и фактуру передать, и плюс передается объем, вот, ребята, поэтому рисуйте, рисуйте, вот простого к сложному идите и рисуйте, как прозрачные вещи такие, да, так старайтесь это все более красиво, конечно, штриховать и учиться, учиться видеть цвета тень, как она там ложится, вот, чтобы вот просто, когда мы что-то рисуем, ну, пускай это простое что-то, с простых там, вот конусов, да, но мы уже будем знать, как там сделать объемное это, да, вот, будем знать, как ложится тень, вот, мы будем знать, как падающая тень, да, вот, ну, в своем курсе нарисую все, что угодно, я как раз об этом конструктивном рисунке и все объясняю, эти все вещи подробно, вот, все объясняю, ну, в этом уроке просто я хотел показать, что нужно все-таки этому учиться, чтобы видеть, видеть объем во всех объектах, если мы научимся видеть объем, мы сможем рисовать не просто срисовывая, а с головы, хотя срисовывать тоже нужно для того, чтобы изучать натуру, изучать все, что нас окружает, вот, вот, ну, если нам нужно будет что-то самому нарисовать, вот, какой-то там, какую-то архитектуру, какой-то там пейзаж может быть, да, мы уже будем знать, как там деревья расположить, как они там будут у нас, как там домики будут у нас все, все в перспективке, все там сами сможем даже создавать что-то там, какие-то там домики и так дальше, вот, или, скажем, это мебель, да, мебель, то есть не имеет значения, что, если мы поймем, что такое объем, как он передается на листе бумаги, вот, то мы сможем нарисовать все, что хотите, вот, ну, как раз в этом курсе нарисую все, что угодно, я объясняю, сегодня только так сверху, это все, да, вот, как бы не углубляясь в тему, поэтому рисуйте, всего вам доброго, ставьте лайки, пишите комментарии, вот, с вами был Синчуков Юрий, все, пока, пока всем.